Продолжение следует... Сейчас у нас налаживается отношение между Россией и Китаем, и мы как бы первые, кто сделал совместный спектакль. Это театр «Русский балет» и композитор Цзо, который здесь присутствует. Мне в некотором смысле повезло, что мы встретились, и вот появился такой совместный балет. То, что мы выступаем здесь в Крокус-Сити, ну, наверное, значимость этого мероприятия состоит в том, прежде всего, что очень большой интерес. Мы также показываем спектакль на нашей сцене театральной, где мы выступаем обычно, это в Кузьминках. Но, конечно, здесь и аудитория совсем другая. И я не говорю о публике, я даже говорю о размерах этой аудитории. Конечно, это очень ответственно, и, в общем, мы все волнуемся. Оркестр, живой оркестр, конечно, ни с чем не может сравниться, ни с какой записью. И поэтому это еще определенные эмоции, и я думаю, и у публики тоже это вызовет определенные эмоции. Вообще, живая музыка – это совсем не то, что фонограмма. И мы радуемся тому, что вот именно в этом зале живой оркестр и спектакль, который уже стал, можно сказать, визитной карточкой русского балета в Китае. Потому что мы делали премьеру в свое время в Китае, и там тоже очень большой интерес вызвал этот спектакль. Мы практически выступали на всех партийных конференциях и съездах с этим спектаклем, потому что они просили каждый раз. Ну вот вы слышите, в общем, понятно, что это не русская музыка. И я этот национальный колорит постарался передать в хореографии. Художник у нас, кстати, китаец, поэтому костюмы оригинальные. А вот что касается хореографии, это мне пришлось много посмотреть, многому поучиться, прежде чем ставить этот спектакль. Ну, китайской публике понравилось, они приняли это как свой спектакль, так что это большая оценка. Сам Вячеслав Михайлович для меня – это кумир просто. Я очень его люблю и полностью ему доверил поставить этот балет. Ну, вот, так сказать, у нас был премьер в Пекине, был в самом лучшем зале, это такое Дом Народного Собрания, как Дворец Съездов. Был успех невероятный тогда, было 6 тысяч публика, было 6 тысяч. Потом мы сделали тур, 20 выступлений по Китаю, тоже успех большой. Но сейчас восстановили, я просто буду рад. Это как бы новая редакция и называться по-другому. Сейчас называется «Девушка и дракон». Раньше назывался «Течет речка» по версии китайской народной песни, которую каждый китайец знает. И в этом балете используют эта мелодия, и она очень красивая и очень популярная. Это китайская сказка о любви, добре, ненависти. Залы всегда безумно переполненные, но китайцы – народ очень сдержанный. И когда мы приезжаем к ним на гастроли, всегда приходится их даже немножко воспитывать, потому что они не знают, когда хлопать, можно ли хлопать. И они, когда мы заканчиваем, и сначала пауза. И они, можно хлопать, нельзя хлопать, но уже когда совсем к ним подходишь и уже начинаешь кланяться, они, конечно, понимают, что нужно, конечно, поаплодировать. А так они, конечно, очень сдержанные в аплодисментах. Благодарней наших русских и российских зрителей я, конечно, не встречала. Очевидно, Китай – это огромная страна, бесконечное количество театров, огромное количество зрителей. И что это, очевидно, перспектива для русского балета, для наших гастролей в Китае. Ну и когда мы познакомились с Виктором Цзо, мы живем недалеко друг от друга, то я узнал, что он пишет музыку. И я стал сразу ему говорить о том, что Виктор, давай напиши музыку к балету. Давайте найдем сюжет китайский. Вячеслав Михайлович – талантливый балетмейстер, прекрасный труп русского балета. И состоится спектакль, который может поразить воображение. Замечательно то, что содружество композитора-китайца и блистательного балетмейстера Вячеслава Гордеева было право создать во времени то, что сейчас все восхищаются. Балет, я думаю, что он будет жить во времени много и долго и счастливо. Замечательно то, что он будет жить во время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА